Вопросы, связанные с ЖКХ, актуальны всегда, особенно в части снижения расходов на свет, электричество и все остальное. Предлагаем вашему вниманию несколько лайфхаков для того, чтобы сэкономить. Положите бутылку в сливной бачок. Наполните водой бутылку объемом полтора литра, утяжелите камешками и положите ее в бачок. Так объем бака уменьшится и сократится количество сливаемой воды. В результате семья из трех человек сможет сэкономить порядка 11 кубов холодной воды в год. Чаще очищайте мешок пылесоса. Чем больше забит пылесборник и фильтр пылесоса, тем больше электроэнергии тратится на уборку. Переставьте холодильник. В идеале холодильник рекомендуется устанавливать у самой холодной стены, дали от радиаторов и кухонной плиты. Также нужно оставить пространство между стеной и холодильником. В таких условиях он будет тратить меньше энергии на охлаждение. Поставьте рычаговый смеситель. Смеситель с одной ручкой позволяет быстрее отрегулировать температуру воды, а значит ее меньше будет утекать впустую. Кипятите воду в чайнике на один раз. Если кипятить не полный чайник, а скажем воду, на одну-две кружки, то потратится гораздо меньше энергии, да и горячий чай получите быстрее. Стирайте в холодной воде. Ежедневную стерку лучше всего производить при низких температурах. Все равно большинство загрязнений хорошо отстираются, а тратится на подогрев воды до 30 градусов в 4 раза меньше энергии, чем до 60. Протрите лампочки. Пыльная лампочка светит хуже на 10-15%. Вместо того, чтобы включать дополнительные светильники по вечерам, можно регулярно протирать от пыли плафоны и сами лампочки. Удалите накипь с электроприборов. Накипь на нагревательных элементах чайника, стиральной и посудомоечной машины снижает теплопроводность, а значит приборы начинают расходовать больше энергии. Откажитесь от удлинителей. Они создают большое сопротивление в сети, что увеличивает расход электричества. Поэтому старайтесь подключать электроприборы напрямую в розетку везде, где это возможно. Пользуйтесь стаканчиком во время чистки зубов. У многих уже вошло в привычку закрывать кран во время чистки зубов или бритья. Однако еще экономичнее будет наливать воду в стакан, чем набирать в ладони.